Алексей расскажет про их опыт и как раз таки, как можно использовать интересные подходы из дарта и ангуляра в проектах, которые не используют ни того, ни другого. Приветствуем Алексей. Всем привет. Меня зовут Алексей Золотых. Я представляю компанию Райк. Кто вообще что-то про Райк слышал, чтобы в контексте поднимите руку. Ну, неудивительно, продукт на запад больше рассчитан. Дело в том, что это такой трекер задач, можно сказать, в каком-то широком смысле, и рассчитанный больше на западную аудиторию. Просто, чтобы вы понимали, такое большое приложение огромное. Теперь, собственно, немножко про Райк. Мы работаем с 2007 года. Сам Райк, представляете, уже 9 лет люди пишут код одно и тоже. Вот. 11 тысяч корпоративных клиентов. И тут какие-то регалии, это меня очень HR попросили, сказали, вот без этого вообще не поедешь. Вот. Потом я тут сделал, нашел на стеку workflow, как посмотреть, сколько строчек в ГИТе. Получилось 2 миллиона. Вот такой вот ужас, да. серьезно. И в компании фронтенда 30 человек, если вот сейчас который мальчик собеседовался, его возьмут. Вот. И, собственно, мы используем Dart и Angular 2 в продакшен уже. У нас уже, если вы зайдете на Райк, уже бежит это все в продакшене. Теперь о докладе. Доклад состоит из двух историй. Они между собой на самом деле слабо связаны. Это просто какие-то два лайфхака таких небольших. Вот. И обе истории, они применимы, да. Вот можно даже связать их с предыдущими докладчиками, как-то попробовать. Вот. И мы применяем у себя. И вы можете применить у себя. Для этого не обязательно тащить Angular либо Dart. Все решаемое без этих технологий. Погнали. Первая история. Зон.js. Вот. Это такая библиотечка, при помощи которой вы можете отследить все асинхронные вызовы в пределах зоны, перехватить все ошибки, получить ссылку на зону из абсолютно на любого места в коде и хранить данные в пределах зоны. Я думаю, мало понятно, да. Начинаем разбираться. Стандартная задачка, я думаю, даже в авито спрашивают. Ну, типа, что выведется в консоли? Варианты? Объект. А здесь? А здесь Windows, правильно? Ну, если в браузе. Ну, тоже объект, да. Ну, все правильно ответили, что что-то. А, собственно, почему же так происходит? Что такого есть в JavaScript, почему так происходит? Ну, на самом деле, теряется контекст. Это все знают, да? Ну, вот, собственно, такая упрощенная схема работы, собственно, JavaScript. Вот эти два квадратика, это можно сказать, что вы 8, насколько я понимаю. Вот. Какая ситуация? У нас есть некий стек вызовов. Ну, JavaScript, он же однопоточный. Мы идем по этому стеку вызовов, никуда не сворачивая до конца. Ну, а, собственно, вопрос, а как достигается асинхронность? Ну, в какой-то момент, например, setTimeout через WebAPI планирует какую-то задачу, да, и передает туда функцию, и у нас функция выпадает из контекста. После того, как таймер отрабатывает, заканчивается время на тайм, да, то есть у нас уже эта функция хендлер попадает в очередь обратных вызовов. Да, и после того, как у нас интерация стека завершилась, да, то есть мы можем этот хендлер уже выполнить. Ну, тоже я ничего нового не открываю, это просто, чтобы вы понимали, да? Вот, и вопрос, а как можно исправить вообще ситуацию с контекстом? Вот тут, в принципе, ребята, да, вот, совита рассказывали, Настя вроде, я боюсь, Настя рассказывала, что вот у них, они через прокси объекты выставляют какие-то ссылки, это же все, по сути, из-за того, что непонятно откуда вызывается, это из-за того, что потеря контекста, если вглубь-то посмотреть. Да, 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 я это... И, собственно, две стандартные темы, как можно эту проблему решить. Ну, грубо говоря, третий вопрос на собеседовании, после того, как что выводится, а как починить? Ну, это нормально, да? И у нас есть два таких пути, либо мы делаем замыкание, либо мы меняем контекст через ДИС. Вот, а представьте себе, что у нас есть код, который мы не контролируем. Например, это соседний отдел, сволочи что-то написали, но нам их нужно что-то с ними делать, например, трекать, либо еще что-то. Ну, либо у нас какие-то вызовы jQuery, нам на них тоже бы хорошо повлиять, а, возможно, поперехватывать даже. Вот, и тут вопрос, да? Помните вот этот веб API? На самом деле, к веб API имеет доступ ограниченное количество функций из браузера. А что, если нам их подменять? А что нужно заменить? Ну, собственно, set-интервалы, алерты, промпты, request-animation-фреймы. Ну, понятно же, что это плохо, это вообще нам говорили, что нельзя так делать. Помню, такая библиотечка была еще, PropType. Вот, по-моему, из этой же серии. Блин, ну это круто, посмотрите, что можно делать. Контекст не теряется. Мы запускаем функцию main, да? И мы знаем, в каком контексте она запустилась. Если мы запустим функцию main из другого контекста, из другой зоны, мы тоже будем знать, что она запустилась. И весь код, который запущен в пределах зоны, мы знаем, что он запущен в пределах какой-то зоны. То есть, контекст сохраняется. Ну, как бы, ну ничего, да? Подумаешь, там, можно и с замыканиями, да, как-то обойтись. В принципе, ну, все нормально. Вот, а тут вопрос, а что вот, если вместо стандартного set-тайм-аута будет какой-то большой модуль, да? Наш, либо не наш. Ну, просто там, я не знаю, может, соседнее отдел написал, может, какая-то библиотека тяжеловесная. Вот я тут примерчик накидал, да? Представьте себе, что где-то здесь, не обязательно, что мы сюда хендлер передаем, это я просто показал, что там этот код выполняется. Вываливается error. Просто любой. Вот этим return false мы говорим этому error не вываливаться в консоль. Вот, и выводим просто информативное сообщение консоль log error. Error. Вот, ну, соответственно, можно же даже, знаете, по зонам распределить, кто за что отвечает, там, каждый отдел и задачи в жире ставить, да? Там, вот этот код я выполнил, там, пожалуйста, вот тебе trace, разбирайся. А что, собственно, ну, как перехватывать, что можно перехватывать, да? Ну, с точки зрения зон.js есть три типа задач. Микро-таски. Микро-таски – это таски, которые выполняются немедленно после того, как закончился стэк. Макро-таски – это всякие тайм-ауты, request, animation, frame. Вот. И event-таски – это клики обычные. Вот. А, собственно, вот колбеки, да, на зоны. Я думаю, что сейчас это смотреть, так вот запоминать смысла нет, но мы можем отсюда примерно понять, что мы можем, ну, от зоны отслеживать, когда ее форкают. Мы можем перехватывать перехватчик. Вот. Мы можем смотреть, когда в зоне что-то исполняется. Мы можем перехватывать ошибки. Мы можем отслеживать, когда кто-то в зону добавил какую-либо таску. Мы можем отслеживать, когда таска началась. Мы можем отслеживать, когда кто-то отменил таску, например, заканчил какой-то таймер в set-тайм-ауте. И мы можем просто на любое изменение, вот в этой очереди тасок, что-то сделать. собственно ну и сразу же вопрос а где это вообще можно применять но можно что-то трекать представляете себе вот у нас все любят переиспользуемые виджеты какие-то да то есть бэм не бэм и мы хотим трекать когда именно ну они же бизнес они люди такие они же не понимают что у нас компоненты не там одинаковым надо контекст в какой момент человек какую кнопку кликну вот можно трекать можно обрабатывать ошибки отсылать их на сервер например кстати к вопросу о том как логер написать можно профилировать код то есть на тот у нас есть два хендлера например когда таска началась и когда изменилась изменился список тасок и мы можем даже если у нас есть с этой мало то все равно профилировать как у нас код работает и собственно это в ангулер ребята так придумали как вот эту проблему решить то есть это в принципе думаю сначала был такой вот костыль вот для этого есть javascript и typescript версия библиотечка в презентации потом посмотрите у нас в дарте мы используем зоны по умолчанию это часть языка в ангулер 2 вот этими зонами разруливается вот этот дайже цикл собственно победа история 1 закончилась история 2 мой любимый фильм вот мы пишем представьте что мы пишем простое приложение году так 2010 или когда там вышло да то дуем виси ну вот интерфейс у нас есть какие-то каких-то два элемента ну и как бы на самом деле может быть больше но мы считаем что 2 потому что он так удобнее у нас есть какой-то простой код этот код на бакбоне вот мы написали сдали и тут приходят ребята из фотобанка и говорят чувак нам еще функциональности вот то что если мы задачу там например вот это в туду листе хотим на этом время навешивать либо не дай бог еще повторять ее запланировать как-то да и у нас появляется фронт-энд разработчику дают такую задачу он естественно вставляет флаг что задачи то нас репита был ну то есть из репит но в принципе нормально да а потом мы пишем немножко кода который эту ситуацию обрабатывает в той же в том же месте в принципе да все нормально все работает опять победа не тут было дело в том что через пару месяцев наш код превращается вот в это да когда у нас пять шесть флагов и какие-то обработчики как эти флаги связать наверное как то можно решить по-другому да но в принципе это называется вот так вот я называю и вот мы вот под постойка вот в этом вот давно коде вот я что могу сказать но это короче не проблема конкретно бакбона можно конечно говорить что это проблема бакбона нет это не проблема бакбона такой же код я видел на первом ангулере такой же код в принципе пишется на втором ангулере не вопрос можно накорябать и на дарте такой код пишет вот и как бы совпадение выход есть ну как бы вот например в бакбоне есть экстен да круто можно сделать туда вьюшку которая наследуется а потом еще можно наследовать много разной логики вот и знаете в чем проблема глобальное на вообще наследование наследование не рассчитано на то чтобы родительские классы менялись ну просто это хотя и такой прям столб в ооп но она не рассчитана на это вот пример да мы допустим выводим просто консоль лога какой-то аргумент это вот одна из фич да а тут мы уже ждем что ее можно вызвать представьте себе что будет если там они у фу не придет а как нам это в коде найти ну просто вот у нас проект 2 миллиона строк да ну мы как бы что делаем мы естественно берем греб либо там кто айди любит там команд контролл и начинаем искать это плохо но собственно выводы ну и тут как бы возникает приходит умные люди и говорят что композиция нас всегда лучше наследование но это любой человек знает который с джавой например работал разбор полетов слышал тут ребята так вот и говорят а давайте-ка мы вынесем логику да в композицию вот этот тоже вопрос а что будет если у нас инициализация зависимости поменяется вот ну например при создании объекта нужно будет еще что добавить например было бы был пустой конструктор а добавили какие-то параметры но опять мы берем в руки вот я придумал специально для вас кто любит есть еще агага круче просто ганат набрать но либо control команды сути не меняет и тут до появляется такой как бы паттерн версия управления вот я тут смотрю многие сталкивались да и ребята вот говорили кстати про первый случай в факторе предыдущие докладчики они что один что другой сказали слова факторе дакут факторе это один из способов инверсии управления то есть мы можем факторе что-то передать она нам уже вернется конфигурированный объект в принципе если смотреть вглубь дальше да даже если в джаву смотреть спринг то вот эти две штуки тоже же факторе в каком-то понимании да вот второй сервис локатор я нашел на просторах гитхаба кода сервис локатора какой какая-то библиотека смотрим как она работает они принципиально ничем не отличаются сразу видим у нас есть глобальный объект windows обязательно должен быть и обязательно должен быть к нему доступ мы запрашиваем по имени доступ к сервису какие здесь проблемы глобальные дело в том что мы ничего не знаем о зависимости hello мы не можем посмотреть что это вообще такое и в случае когда у нас большая кодовая база если у нас в принципе ситуация неопределенности да то мы все равно вынуждены искать опять греб опять контроль f еще и кто-то может такую же зависимость в принципе все вот эти ну бэм это эту проблему на самом деле решает это тоже одно из решения проблем то что вот что то что где находится по сути я могу сказать что это по сути первый ангулер способ внедрения зависимости это сервис локатор со всеми недостатками ну вот ищите называется где там кто-то что-то определил по коду вот ну как я уже сказал ангулер gs вот мой любимый политик это мой любимый доклад у нас есть нормальный идея и опять же из ангулер 2 до они думали как сделать и написали в принципе свою реализацию до пендации инжекшен на здесь уже и и с x да мы можем что-то инжек ночь и получить эти свойства в конструкторе вот это круто почему круто потому что мы можем уже примерно понимать с чем мы работаем мы понимаем что вот этот класс конкретно и что вот это вот зависимость будет вот здесь вот и можем таким образом логику разделять вот собственно показываю куда мы инжекте и показываю где мы это получаем вот а тут кусок уже больше такой но на тайп скрипте на самом деле не запускал не проверял но вроде нормально должно быть тут мы что имеем тут мы в четвертой строчке видим что у нас обозначен тип логер что это дает какие дополнительные преимущества это к вопросу о логгерах до разных поведениях мы можем в разных environment ах и кжекте инжекте сюда разные версии логгера логгер потому что это интерфейс мы можем в одном случае например на продакшене до какой-то сделать сайлент логгер либо например отправлять данные о всех трейсах при помощи зон джи с скажем да на уже на сервер да для того чтобы это все попадал попадала куда-то ну людям которые обрабатывают да это саппортеры обычно вот либо сделать какой-то шумный логгер который там чуть ли не трейс выводит и по сути мы поменяем только имплементацию поскольку интерфейс у нас остается тот же у нас мы можем обеспечить некую надежность кода ну собственно если вы видите то есть здесь я не смог вывести и чисто вот этим способом дать инжектор класс почему потому что мы пришлось по сути использовать тоже через переменную передавать вот но как это работает мы видим что здесь у нас сервер логгер юз класс вот если вы пользуетесь ангулер ту у вас уже есть диа и в принципе там кто смотрел ангулер ту уже зависимости ну так вот именно резолвится да через конструктор вставляются вот есть сторонние реализации вот эту вот я сам нашел вот эти вот три мне прям сказали не поедешь если не вставишь это просто ребята писали наши свои какие-то вот спасибо за внимание вопрос спасибо за доклад общий вопрос такой какие есть ключевые профиты от использования дарта я ждал этот вопрос сейчас покажу нет я на самом деле не успел подготовить слайды я вам сейчас просто я успел подготовить некую штуку вот что меня зацепило я уж не знаю там кому что так у меня тут есть специально уже ой д д р т да и я вот тут вот видите здесь как бы ну четыре файли когда первое это дарт второе что получилось после дар тут же с тайп скрипт я вот не знаю не знаю как сделать тут она а ну да она увеличивается я видно более-менее да вот мы чё берем мы берем например компилируем тайп скрип нас какой-то класс он написан коряво линтер не проходит но тем не менее да мы видим что у нас 22 каких-то методов причем одинаковых вот но неважно вот и что у нас получается на выходе в джава скрипте вот я щас там вот так сделал 11 строчек кода да ну по сути дальше смотрим дарт вот вот то же самое но в принципе у нас тут функция мэй просто обязательно так тоже класс и запускалка для класса некая да там вот как вы думаете сколько строчек будет в дар джес нет почти угадали на самом деле 300 но какая тема да если мы наберем здесь поищем поиском слова тест то он выведется в одном месте и вы не найдете того метода здесь и кода для того метода который мы не вызвали то есть дарт это принципиально другая идеология в каком плане что мы берем и как будто бы язык заново проектируем так как будто бы с нуля тайп скрипт это всего лишь отражение джава скрипта вот ну и в маркетинге он конечно проигрывает и есть некоторые неудобства в плане джава скрипта взаимодействие с другой стороны это все обычно приводит к малому соприкосновению вот тайп скрипт это все-таки такая больше больше рекламная штука вот мне кажется вот это вот этой вот штуки достаточно чтобы начать использовать хотя есть еще есть еще сахарок там ну и я на самом деле мне не влезло в слайды да я уже не стал перегружать там есть очень крутые стримы это фактически там rx.js из коробки да там observable да там есть но как бы ну да есть но это в общем там очень крутая синк api да можете посмотреть все что если тайп скрипт он чуть позади идет джава скрипта то дарт он там обгоняет уже все что можно то есть вот а дарт еще развивается у меня стоит версия вот сейчас 1654 которая вышла неделю назад я сижу на нестабильный я всех я правильно же понимаю что удар то как у языка сейчас основная стратегия это транспилирование в java скрипт именно то есть да они этим занимаются виртуальную машину свою они закапывают виртуальная машина мы ее используем есть браузер дартюм как для отладки наверное ну есть еще и серверная да мне подсказывают использование можно в принципе писать утилиты но у меня такого опыта нет я не могу сказать удобно неудобно я бы ногой писал серверное что-то на питоне там а и последний вопрос такой насколько сложно искать кадры на разработку на самом деле очень хорошо идут люди которые знакомы с ооп то есть вот java script разработчик я сам чисто такой java script фронт-энд мне тяжеловато было то есть это же надо прийти в меру об этом прочитать фаулер а там я не знаю что то как бы ну а так вот люди кому-то интересно кто-то нос ворочит кому-то редакцию но вот это вот куча кода который дарт генерит вам на продакшене она никак вообще не мешает это дело в том что это код который один раз то есть вот он просто сюда подтянул например print string обернул ее как него для того чтобы удобно было и если я еще раз напишу бойлер плейт не увеличится то есть бойлер плейт ну вот он будет там ну 500 строчек у нас с ним как выяснилось неудачный опыт дело в том что полимер он у него такая идея крутая давайте мы типа все изолируем и будем все изолировано писать вот и мы все идеально изолировали а потом поняли что для того чтобы там что-то написать во первых и для того чтобы какие-то стили вниз пробросить это просто верстальщикам надо сидеть и головой в монитор биться потому что там этот вот а потом они еще выкатили потом там такая маленькая надпись была типа что в 50 версии ваш там упадет потому что мы какую-то фичу отключаем но работу работу css и shadow то есть мы с него соскочили как раз на ангулер выдохнули потом эту строчку увидели и просто расплакались отчасти ну да спасибо большое на самом деле же это просто так много года потому что часть стандартной библиотеки затаскиваться да 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 то есть грубо говоря мы туда ну из приколов из крутого что мы туда затаскиваем только то что нам нужно именно у нас сейчас только мы у нас такое как бы революция идет и мы идем фича команды то есть мы начинаем работать только с бэком до этого мы перекидывались вот этими трейсами через сбор как говорят ну то есть мы им кинем трейс они могут говорят это в этом они нам мы им а сейчас у нас фичи тимы такие да и мы работаем только вот уже начинаем пока у нас взаимодействия с логами нету у нас очень умные куа кстати они понимают серверная эта ошибка или клиентская у нас есть система трекинга универсально у нас что-то типа микросервисов только у нас не микросервисы в принципе все джавой но у нас есть ручки и мы просто знаем как в эту ручку что передавать ну вот он на самом деле там и забыл рассказать понял вопрос там вот в этой библиотечке зон джейс есть еще такая классная утилита или зона уже сконфигурированная которая умеет говорить вплоть до того вот знаете вот вы здесь клик навешали вот здесь вот какая-то функция вызвалась здесь типа уже вот она умеет длинные трейсы девочек вот можно передавать не вопрос мы задавайте последний вопрос может кого-то есть нет без вопроса сейчас спасибо алексей